Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего канала, блога. Я, Фролух Юрий Андреевич, хочу вам сейчас сказать пару слов о молоке. Кто слушает мои каналы, смотрит видео давно, знает, что уже больше десятка видео я сделал на эту тему. К сожалению, многие не смотрели. Я очень рекомендую это сделать, не пожалеете. По крайней мере, для тех людей, кто заботится о своем здоровье, кто хочет уйти от стереотипов, догм, вбитых вот этих вот в подсознании каждому из нас. Ведь мы прокатили через матрицу таких догм, стереотипов, верований, по сути, с детства. И верим в то, что считаем, что мы это знаем. Но мы это не знаем, многие вещи, мы просто верим. И пытаемся оправдать, если от нас кто-то пытается убрать что-то нами любимое, как какую-нибудь там игру компьютерную от подростка, который как на наркотик на это подсел, он будет сразу тысячу аргументов находить, причем нелогичных, идиотических, по сути. Но, тем не менее, свято в это верить, потому что он хочет в это верить. Так же, как от мясоеда отнять мясо, от алкоголика алкоголь, от табакокурильщик и табак придумывают, чуть ли не до пользы дойдут этого, так сказать, наркотика, этого зелья, и что бы там ни было похожего, да, ненормального, неестественного для человека, чтобы оправдать свои пристрастия, желания, даже ценой поправления здравого смысла и вообще человеческого достоинства всякого. Вот это недостойно такое поведение нормального человека, поэтому я прошу, вы сейчас, когда посмотрите интересный мультфильм, буквально четырехминутный, значит, ну, переправьте данное видео, вот это видео, своим знакомым, близким, кто еще в неведении находится, кто ничего не понимает, для тех же, кто хочет разобраться подробно, досконально, научно, и с точки зрения здравого смысла, исторических аспектов, там, всех стереотипов, которые навязали нам диетологи и телевидение, насчет того, что якобы кальций в молоке, значит, надо пить молоко, он необходим для детей, для роста, вот, все с противоположностью, да наоборот, и вот это, посмотрите, под данным видео я оставлю видео, ссылки на видео, а также на статьи, три моих статьи, очень важных, которые я советую прочесть от и до, и вот только после этого, как вы видео и статьи просмотрите и прочтете, вы тогда можете судить об этом предмете, и не говорите глупости типа, а, он 90 лет, бабушка пила, и все нормально, или наши предки всю жизнь пили молоко, вы говорите не то, что есть на самом деле, а то, во что хотите верить, потому что сами это любите и пытаетесь оправдать, в этом заключается примитивная психология большинства людей, когда все, что им нравится, или то, что они считают за естественный, привычный образ жизни, они связывают в одну цепочку, вот, так сказать, вот некоторые вещи, в том числе и молоко любимое, сразу вспоминают домик в деревне, простоквашина, все, что по телевидению идет реклама, якобы про молоко все читали, что всегда испокон веков коров держали и пили молоко, правда не знают о том, что миллионами пудов молоко шло на строительство, на отделочные работы, значит, для этого просто нужно немножко знать историю и кое-что по строительству, как вот с гашеной известью, алебастром и творог молоко делали побелки для всех вот этих вот многочисленных дворянских и земских учреждений, вот эти белые двери лакированные, такие все вот эти балки покрывали, чтобы они не горели, вот это мы не знаем, но мы сразу знаем, что мы это, это продукт питания, это надо есть, это полезно, тем более говорят врачи. Что же есть на самом деле, если вы хотите с этим разобраться, посмотрите то, что я рекомендую. И вот буквально вчера мне пришло вот это письмо, после которого я решил записать это видео, такого содержания, в теме письма было написано «Нарисовал мульт про молоко по вашей лекции», пишет мне мой зритель Денис Цуфус. Назвал он вот так, этот видео. «Вред молока, вся правда, чтобы выжить». Вот этот ролик вы сейчас посмотрите. Я благодарен автору. Действительно, на мой взгляд, титаническая работа всю эту мультипликацию, создать графику. Я считаю, что это очень будет полезно, потому что наглядно для тех людей, кто привык видеть, так сказать, смотреть на проблему, любую через газетные вырезки, какие-то комиксы, журналы. Ну, в общем, наглядные пособия. Не все могут воспринимать информацию, только словесную, а нужна еще и графическая. И поэтому я очень советую и даже призываю тех, кто имеет возможность создавать подобные мультфильмы, направленные на общую пользу человеческую, так сказать, вот такие патриотические и нравственные ориентиры, я советую снимать. Ну, и если мои лекции в этом могут помочь, так сказать, то я буду только рад, потому что я пытаюсь достучаться до многих, но многие просто не видят, не слышат, чтобы даже информацию-то получить и уже сами решить, что потом с этим делать. Не имели люди этой информации вовсе раньше. И вот благодаря таким видео, я надеюсь, теперь люди шире смогут, значит, аудиторию, охват сделать. К тому же от вас зависит, вы же можете ведь тоже кому-то переслать эту ссылочку, посмотреть вот данное видео, а потом под этим видео все ссылки, что я рекомендую. Кого затронет это короткое видео и захочет человек разобраться подробнее и скажет, что а вот какие-то вопросы у него возникнут. Вот не задавайте пока вопросы, дорогие друзья, советую. Не задавайте, пока вы не посмотрите под видео то, что я рекомендую в порядке приоритетности. Я прям так специально сделаю. Один, два, три, четыре. И вот после этого, только если у вас вдруг останутся вопросы, пожалуйста. Но, по-моему, настолько все понятно. И в природе, еще раз хочу сказать, ничего нет сложного. Не создала она какие-то лабиринты и заковыки. Это мы, люди, извратили законы природы. И молоко пьем всю жизнь, причем не своей мамы, как положено, и только в молочный период. Поэтому и ребенок называется грудной, а теленок молочный. А всю жизнь, да причем молоко других видов животных, где другая программа, биохимия молока, другие гормоны, цели и задачи совершенно разные. Скормить теленка у мамы-коровы, поднять его на ноги за считанные дни. И у человека совершенно другие. И вот в этом кроется огромная, как бы так сказать, проблема в плане болезней, которые неминуемо возникнут у человека, который извращает законы природы и начинает лакать молоко, как теленок. Только еще и в 30, и в 40 лет, и в 50, и так далее. Неизбежно. И это зависит от очень многих факторов. У кого что, у кого быстрее раньше, позже. Вот об этом, обо всем. Чтобы понять, как это есть на самом деле, а не так, как вы хотите верить, можете посмотреть по тем ссылкам, что я вам дам. Ну, пожалуй, на этом все. И теперь приятного вам просмотра. Действительно, это очень интересный такой фильм получился. Посмотрите его, кратко, доходчиво, четко донесенная информация. Я благодарен автору и вам, дорогие друзья, за ваше внимание. Я надеюсь, неравнодушие. И поэтому вы поделитесь этими видео с вашими коллегами, товарищами, родственниками. Дайте им, как говорится, вот эту палочку-выручалочку. Потому что, изменив жизнь нашу в плане хотя бы питания, адекватного пить, да, мы изменим возможности и организма, и будет и иммунитет крепче, и болезни уйдут многие, и человек способен будет дольше и качественнее прожить отведенную ему природой жизнь, которую мы, к сожалению, тратим так безвозвратно, глупо, напрасно, и обманывая себя разными, так сказать, верованиями в любимую сосиску, в любимый стакан молока, ничего в этом не понимая и всего лишь повторяя за неучими, учеными, медиками и диетологами, те же глупости, в которые они сами верят и в которых они сами ничего толком не смыслят. Приятного просмотра. Приветствую вас, друзья, Павел Шикер у микрофона. И сегодня мы поговорим о молоке и молочных продуктах. Я поделюсь с вами информацией, а что с ней делать дальше, решайте сами. Начнем с простой логики. Люди единственные существа на земле, кто пьет молоко на протяжении всей своей жизни, и более того, молоко других животных в том числе. А наша нездоровая тяга к вкусовым извращениям породила творог, сметану, сыр, йогурт, кефир и так далее. Вам не кажется это странным? Думаю, стоит уже определиться, что молоко предназначено только для вскармливания новорожденных, и только внутри своего вида. Например, в коровьем молоке много белков, чтобы обеспечить быстрый рост теленка. А в молоке женщины белков гораздо меньше, зато много жиров для активного развития мозга у ребенка. Разные эволюционные задачи, разные виды молочной секреции. Или что, попробуйте рассказать о том, что человек существо интеллектуальное, и мы пьем молоко, потому что додумались до этого, а остальные животные тупые. Ну что ж, дело ваше. Кстати, чаще всего связывают с пользой молока кальций, и он действительно там есть. А еще там есть казеин, это молочный белок, и как любой животный белок, он является сильным окислителем. И в итоге при переваривании, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс после выпитого молока, организм вынужден нейтрализовать кислоту в желудке большим количеством щелочи, а именно кальция. Но даже того количества кальция, который содержится в самом выпитом молоке, недостаточно, и он берется из костной ткани, тем самым разрушая ее. Надеюсь, в этот момент вам вспомнились рахитные дети, чьи родители твердо были убеждены в бесценной пользе молока. Кстати, на заметку любителям пастеризованного молока из супермаркетов, при кипячении кальций из органической формы переходит в неорганическую, и, проще говоря, он больше не может раствориться в воде. Поэтому в вашем теле такой кальций находит укромные места, например, в почках, и откладывается там в виде камней. Еще молоко ценят за белок. Выше упомянутый казеин. И у телят, которые пьют молоко коровы, в желудке вырабатывается специальный фермент – ренин, чтобы расщеплять белок из молока на аминокислоты и собирать новый белок для роста организма. С взрослением у теленка перестает вырабатываться ренин, и он переходит на видовое питание. У человека, как и у остальных млекопитающих, этот механизм работает точно так же. Поэтому, как и было сказано ранее, молоко мы можем пить только в младенчестве и только своего вида. А казеин из коровьего молока является обычным животным белком. Разницы между таким белком в кипяченом молоке или белком в жареном куске мяса нет. Он все равно не несет никакой пользы организму, так как после термической обработки полностью разрушен и поедается патогенные, то есть опасные для нас микрофлоры в кишечнике. Проще говоря, гниет. Вспомните об этом, товарищи вегетарианцы, когда вы снова решите купить свой любимый сыр из соображений гуманности данного продукта. Кстати о сыре. Это денатурированный казеин в чистом виде. Есть сыр, все равно что есть нефть. Это уже готовый гной с консистенцией пластилина. Он твердо займет свое место на стенках вашего кишечника, и даже бактерии его уже есть не станут. А еще мало кто знает, что нездоровую тягу к этому продукту вызывает казаморфин, который содержится в молоке. Это природный наркотик, нужный для того, чтобы теленок наверняка и без возражений пил молоко коровы. И так как сыр является плотным, то и казаморфина в нем в разы больше, нежели в простом молоке. Этим и обусловлена нездоровая тяга к пахнущему потными носками мерзкому сыру. Ну что ж, вот мы и поговорили про молоко и молочные продукты. Пишите в комментарии, если вы имели негативный опыт после отказа от молочки. Сам я немного потерял, отказавшись от этого. Возможно, у вас есть обоснованные возражения. В общем, буду рад выслушать любое ваше мнение. Удачи вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!